Курск атаковали беспилотники. Рейтинг Сергея Шойгу упал до исторического минимума. А в Калининграде антивоенному активисту дали срок, несмотря на подозрения на рак и больную мать. Это новости воздух на канале Ходорковский лайв. Меня зовут Василий Азаров. И вот главные события к этому часу. Калининградского активиста Игоря Барышникова приговорили к 7,5 годам колонии общего режима за фейки об армии. Барышников писал в закрытом профиле в фейсбуке о преступлениях российской армии в Буча и Мариуполе. Это и стало причиной уголовного дела. Обвинение просило для него 8 лет лишения свободы. При этом Барышников живет с трубкой в мочевом пузыре. Врачи подозревают у него рак предстательной железы. Ранее на суде его лечащий врач подтвердил, что ему нельзя находиться в заключении. И что ему срочно нужна операция, на которую суд ранее уже отказался отпустить Барышникова. Сам активист уверен, что в колонии долго не проживет. Этого же опасается и его адвокат Мария Бонслер. У него в брюшной стенке вот эта стома стоит и без ее промытки, без ее обработки, причем врачебной обработки, у него просто будет заражение кровью, от которой он погибнет буквально за двое сутки. Кроме вот этого заболевания, у него найдена еще онкология. Поэтому у него, дай бог, несколько месяцев до того, когда онкологическое заболевание станет неоперативным. И еще одно обстоятельство. На попечении у Барышникова его 96-летняя мать Евгения, которая не может передвигаться сама. Сегодня стало известно, что ее передадут органам опеки и попечительства. Об этом изданию «Новая газета Европа» сообщила адвокат Мария Бонслер. Она также объяснила, что по закону суд не имеет права выносить такое решение, так как Евгения Барышникова не лишена дееспособности. И просто штрих к портрету, как российские власти заботятся о ветеранах. Евгения Барышникова пережила оккупацию и Холокост. Последние годы она прикована к постели, но, по словам сына, еще в прошлом году сохраняла ясный ум и рассудок, разговаривала и слушала радио. Но после первого обыска в их квартире и ареста сына, я цитирую, «впало в беспамятство». В пресс-службе Калининградского суда заявили, что якобы учли при вынесении приговора все семейные и медицинские обстоятельства. Это плохо стыкуется с тем, что закон прямо запрещает выносить людям с такими заболеваниями, как у Барышникова, наказание, связанное с лишением свободы. Кроме того, даже в случае обвинительного приговора суд мог назначить штраф. Мария Бонцлер сообщила, что уже обратилась к региональному полномоченному по правам человека. А женщины из 11 российских регионов, устав обращаться к чиновникам, начали сбор подписей, чтобы вернуть мобилизованных мужей домой. Их забрали осенью 1922 года, и с тех пор мужчины ни разу не были в отпуске. Об этом сообщает издание «It's My City». По информации журналистов, в сборе подписей участвовали женщины из Хантамансийского автономного округа, Якутии, Бурятии, Амурской, Иркутской, Московской и Новосибирской областей, а также из других регионов России. До этого с просьбой о ротации мобилизованных женщины обращались в Генпрокуратуру, в Военную прокуратуру, в Следственный комитет и лично к Владимиру Путину. Но, по их словам, на их просьбы приходят лишь отписки. Ранее Владимир Путин заявлял, что каждый участник боевых действий должен иметь право на отпуск раз в полгода и минимум на две недели. При этом отдельный указ об отпусках он так и не подписал, а ограничился поручением силовым ведомствам решить вопрос до 15 апреля. Миноборона отчитывалась о первых отпусках мобилизованных в середине марта. Других сообщений не поступало. Курск сегодня ночью снова атаковали дроны. По словам местного губернатора Романа Старовойта, ПВО сработали два раза. Беспилотники удалось сбить. В результате падения обломков на участке одного из садовых товариществ разрушен забор. Местные жители отмечают, что оба раза звуки взрывов были слышны со стороны аэродрома. А телеграм-канал Мэш пишет, что под удар сегодня попала и Курская область. ВСУ из минометов обстреляли стоянку тракторов одного из крупнейших сельхозпредприятий Глушковского района. Атака длилась около 10 минут. Было выпущено 4 минометных снаряда. Жертв среди мирных жителей нет. Рейтинг российского министра обороны Сергея Шойгу упал до исторического минимума. А по антирейтингу он впервые обогнал Владимира Путина. Это заметили наши коллеги из телеграм-канала «Можем объяснить». Из данных в ЦИОМ следует, что по итогам мая рейтинг Шойгу упал до рекордных 4%. Таким образом, за 15 месяцев войны его популярность упала больше, чем в 4 раза. В феврале 2022-го Шойгу доверяло 17% россиян. Теперь он втрое менее популярен, чем другие подчиненные Путина в Кабмине – Мишустин и Лавров. Министр обороны также впервые занял второе место в списке самых непопулярных российских политиков. Сейчас Шойгу не доверяют 6% россиян. В апреле их было всего 4%. Он даже впервые в истории опередил Владимира Путина, чей антирейтинг составляет 5,2%. И практически догнал бессмертного лидера этого списка – Геннадия Зюганова. За время вторжения в Украину антирейтинг Шойгу вырос в 3 раза. Долгие годы Шойгу был самым популярным российским министром. Некоторые даже называли его возможным преемником Путина. Теперь он теряет свои позиции на фоне новостей об украинском контрнаступлении и отсутствии побед России на войне. Пожалуй, главный критик Минобороны, хозяин ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, как всегда, подливает масло в огонь. В очередном большом интервью, которое этим утром опубликовала его пресс-служба, Пригожин заявил, что российская армия под командованием Шойгу и Герасимова вынуждена отступать, а ситуация на фронте катастрофическая. На сегодняшний день российская армия отступает на запорожском-херсонском направлениях. ВСУ продавливают российскую армию. Мы умываемся кровью. Резервы никто не дает. Управления никакого нет. По-прежнему истерики. В которых начальник генштаба после стакана водки визжит, как баба базарная, как свинья, в телефон требуя вернуть позиции. В Москве запретили снимать кортеж президента Владимира Путина. Об этом пишет издание СОТО. Их журналистка заметила колонну, гуляя по улице Воздвиженко. Когда она достала телефон, к ней тут же подошел мужчина в штатском и приказал прекратить съемку. Своё требование он объяснил, цитата, «законом ФСО». Журналистка не растерялась и ответила, что тогда будет снимать самого мужчину. Тогда он, как полагается российским силовикам, начал звонить куда-то по телефону, а потом ушел, как только кортеж проехал. Перед этим он напомнил корреспонденту СОТО, что незнание законов не освобождает от ответственности. Видимо, даже в тех случаях, когда об этих законах не знает никто, кроме Федеральной службы охраны. Российский миллиардер Александр Мамут уехал из России и собирается создать оппозиционный медиахолдинг. Об этом пишет издание «Медуза» со ссылкой на четыре источника. По данным журналистов, Мамут опасается западных санкций. Пока что под ограничения он не попал. В России Александр Мамут занимался медиабизнесом до 2020 года, пока не продал Сбербанку свою долю в холдинге «Рамблер». Напомню, что в начале десятых годов миллиардер стал фигурантом двух крупных скандалов в независимых медиа. Сначала, когда в 2013 году сменил руководство издания газеты «РУ», а затем в 2014 году уволил главного редактора «Ленты.РУ» Галину Тимченко. Спустя некоторое время команда «Ленты.РУ» создала «Медузу». Сам Александр Мамут никак не прокомментировал сообщения о своем новом бизнесе. Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании пятерых человек, которые якобы пытались вывести за границу килограмм радиоактивного Цезия-137. По версии спецслужб, подозреваемые собирались передать вещество Украине. Там, как считают на Лубянке, планировали совершить постановочную провокацию с применением оружия массового поражения и обвинить в этом Россию. Задержаны четыре человека. Один из них говорит на видео, что он из Донецка и имеет гражданство России, Украины, а также непризнанный ДНР. Лица всех задержанных при этом скрыты. Сообщается, что радиоактивное вещество они купили у подставного продавца, который оказался сотрудником ФСБ. Обломки батискафа «Титан», в котором находились пять человек, найдены в нескольких сотнях метрах от носовой части затонувшего тлайнера «Титаник». По словам представителей береговой охраны США, на них обнаружены повреждения, характерные для, цитата, «катастрофического взрыва, направленного внутрь». После этого в компании Ocean Gate, которая организовала погружение, объявили членов экипажа «Титана» погибшими. В подтверждение версии взрыва, Wall Street Journal со ссылкой на неназванного воскопоставленного представителя ВМС США сообщает, что сверхсекретная акустическая система американских военных зафиксировала звук взрыва батискафа «Титан» еще несколько дней назад. Что спровоцировало этот взрыв, ученым еще предстоит выяснить. По одной из версий, батискаф как консервную банку сжало давление. Напомню, что батискаф с туристами, который следовал к обломкам «Титаника», пропал с радаров еще 18 июня. На его борту находились пять человек, в том числе основатель компании Ocean Gate Stockton Rush и миллиардер Хэмеш Хардинг, известный своей любовью к экстремальному туризму. В Петербурге нашлась мемориальная доска в память об Анне Ахматовой. Раньше она висела на фасаде здания КПП бывшей тюрьмы «Кресты». Там в 1938-1939 годах сидел сын поэтессы Лев Гумилев, а Ахматова носила ему сюда передачи. В поэме «Реквием» она писала, что если ей возведут памятник, то он должен находиться именно в этом месте. В середине июня местные жители заметили, что табличка таинственным образом исчезла. Но теперь выяснилось, что она лежит в отделении полиции. Туда ее передал адвокат Владимир Филатов. Он утверждает, что сам снял этот мемориал, чтобы сохранить его. Цитирую. «Я бы не хотел абсолютно, чтобы кто-то своими грязными руками разломал этот памятник. И я считаю, что ему самое место в новых крестах в Колпино». Конец цитаты. Очень необычное ДТП произошло сегодня ночью в районе подмосковного Подольска. На Симферопольском шоссе на ходу загорелся грузовик с фейерверками. «Парни, машина горит и все взрывается нахуй! На Симферопольке!» Салют длился около получаса, пока фура полностью не сгорела. По данным телеграм-канала Шот, у машины отсоединился прицеп, после чего и началось незапланированное пертехническое шоу. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших нет. Это были новости «Воздух» на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы не пропускать все самое важное. Сейчас на экране вы видите другие наши видео. Посмотрите их тоже. Меня зовут Василий Азаров, а вечером итоги дня для вас подведет мой коллега Дмитрий Иловский. До встречи.